Продолжение следует... У нас правительство или финансовый блок правительства найдет какие-то действенные меры для того, чтобы существенно сдержать падение российской валюты. Потому что, опять же, давайте вспомним те цифры, которые заложены в бюджет. Это 50 долларов за баррель при курсе доллара 63 рубля 30 копеек. Соответственно, если цены на нефть падают до 25, например, долларов за баррель, то у нас должен быть курс 63,30 умноженный на 2. Я не хочу называть страшную цифру, но это вполне реально. И мы сейчас видим, что на данный момент нефтяные котировки находятся на четверть ниже тех уровней, которые заложены в бюджет. Но при этом рубль по отношению к американской валюте, он дешевле, чем те показатели, которые заложены в бюджете, процентов буквально на 15. То есть уже сейчас сдерживающие меры оказываются. То есть это и ограничение рублевой ликвидности со стороны Центрального банка Российской Федерации. Ну и плюс, наверное, играет еще роль то, что финансовые институты, банки, крупные экспортеры, они настолько, ну что называется, затарились валютой, что им валюта не нужна. И складывается такое ощущение, что сейчас у нас курс российского рубля и инструмент такой, как доллар-рубль на московской бирже, стал действительно тем инструментом, который используют в тех случаях, когда на самом деле валюта или нужна, ее тогда покупают, или она не нужна, и тогда ее не покупают. А наоборот, ее продают. Соответственно, это сейчас диктует, продиктовывает ситуацию на финансовом рынке. Глеб, дилеры сегодня утверждают о том, что заказ на покупку валюты на фоне низколиквидного предпраздничного рынка как раз вот оказывает дополнительное давление на удешевление рубля. Поясните, что это за процесс? Это возвращение на рынок вот тех самых спекулянтах, о которых говорилось в декабре прошлого года? Да нет, это не спекулянты. В общем-то, после Нового года, так как объемы торгового достаточно будут низкими, и мы 10 дней фактически вообще торговаться не будем, соответственно, потребность валюты, тем не менее, она остается. И сейчас есть предзаказы, конечно же, на валюту. Плюс традиционно январь месяц, если посмотреть последние годы, это период снижения курса национальной валюты. Причем, вне зависимости от того, продолжает падать нефть или жена остается стабильной. Поэтому, наверное, сейчас хеджируются риски, ну и, собственно, делаются заказы на тот объем, который просто потребуется в какие-то праздничные дни или сразу после праздников. А вот мнение о том, что рубль сейчас как раз практически отвязан от нефтяных котировок, вы как воспринимаете? Я бы так не сказал, что он отвязан. Конечно, корреляция сейчас несколько нарушилась, но я думаю, что это не очень надолго. И сейчас все действия того же самого финансового правительства исходят из того, что цены на нефть, если будут падать, то это будет продолжаться не очень долго. И только благодаря этому убеждению сейчас и бюджет попал в жертву текущей ситуации. Но если цены на нефть действительно будут продолжаться, снижаться достаточно длительный период времени, и тем более упадут до 20-25 долларов за баррель и задержатся на этих значениях, то в этом случае, я думаю, что никто ничего сдерживать уже не будет. А что Центробанк? Еще ведь остается такой инструмент, как интервенции на валютном рынке. Я, честно говоря, не думаю, что Центральный банк Российской Федерации будет выходить на валютный рынок с интервенциями. Но если только будут какие-то резкие, неконтролируемые и движения, которые будут значительно превосходить по своей волатильности те значения, которые будут адекватны, то в этом случае, возможно, Центробанк выйдет на рынок. То есть, если не будет никаких, например, существенных факторов для ослабления российской валюты, она вдруг неожиданно начнет дешеветь на 5-7-10%. В этом случае, конечно, Центробанк выйдет на рынок. А так я не жду выхода российского регулятора на российский рынок. Как раз-таки, может быть, если будет обратная динамика на российском валютном рынке, если курс доллара продолжит оставаться таким стабильным и даже понизится, если российская валюта будет крепчать, то в этом случае я не исключаю как раз-таки того, что у нас ЦБ, наоборот, вернется на рынок с тем, чтобы пополнять золотовалютные резервы. — Ну и ваш прогноз на 2016 год по курсу отечественной валюты? — Ну, вы знаете, до конца этого года мы, например, давали прогноз еще в середине ноября, что курс будет 72-74, в общем-то он оправдался, но, к сожалению, он был пессимистичным. И, к сожалению, мы строим сейчас прогнозы, в первую очередь, на основе пессимистичных ожиданий. Я думаю, что уже в январе месяце, возможно, в феврале при сохранении текущей динамики на рынке черного золота мы смело можем увидеть 80 рублей за доллар. Возможно, и дальнейшие снижения, может быть, даже до 90 долларов, 90 рублей, прошу прощения, за одну единицу американской валюты. Но, тем не менее, мы свои прогнозы строим на основе того, что ближе ко второму полугодию 2016 года цены на нефть все-таки начнут восстанавливаться, потому что спрос на нефть все-таки растет. Это раз. Второй фактор – это то, что уже столько негатива заложено в нефтяные цены, что уже просто любой позитив сейчас будет рассматриваться как возможность для роста и, соответственно, поддержит курс российской валюты. Ну и все-таки мы смотрим с оптимизмом в будущий год, поэтому я думаю, что в середине следующего года вполне возможен перелом ситуации на валютном рынке. Спасибо. Хорошего Нового года, насколько это возможно в текущей ситуации. Глеб Задой, руководитель аналитического департамента брокерской компании «Айпрофит Групп», был на прямой связи с нами из нашей студии в отеле «Арарат Хаят». Всегда рада свидетельствовать, с вашего позволения. Пойдем вперед. С вашими глазами график как раз пара доллар-рубль годовой и с точки зрения технического анализа, как раз если доллар-рубль будет уходить выше 71 рубля 70 копеек, закрепляться там хотя бы днем или даже неделей и потом перебивать свои локальные максимумы, то данный паттерн принято называть чашкой с ручкой. Вот справа ручка, слева получается чашка. И с высокой долей вероятности можно предполагать, что как минимум на ширину вот этого углубления, которое вы видите справа, доллар против российского рубля может вырасти. Составить тем самым 81 рубль примерно за один американский доллар. При этом если накладывать нефтяные цены текущие на 3000 рублей за бочку нефти марки Brent, которую нужно продать, чтобы получить нулевой бюджет, вот мы получаем как раз эти же самые 81 рубль за один американский доллар. Что это? Отложенный спрос на американскую валюту или просто такой сдержанный интерес к американской валюте перед концом года? Или может быть следствие искусственного дефицита рублей за счет механизма РИПО, который сейчас вовсю применяет Центральный банк? Об этом мы как раз узнаем уже после Нового года. Ну а пока вот кроме прогнозов на 81 рубль, в том числе, кстати, эти же прогнозы дают и Альфа-банк, не только ваш покорный слуга. Есть еще и прогнозы, которые спрашивают у своих респондентов Bloomberg. Так, большинство опрошенных аналитиков высказалось за 90 рублей. 90 рублей за доллар. Такой курс респонденты Bloomberg назвали критическим для российской экономики. По мнению опрошенных агентством экспертов, превышение этой отметки приведет к полномасштабному кризису. При более мягких сценариях фатальных последствий наступить не должно. Тем не менее, аналитики уверены, что национальная валюта продолжит курс на ослабление и, возможно, обновит рекордные минимумы, упав ниже значений прошлой зимы. Напомним, что в так называемый черный вторник, 16 декабря 2014 года, курс доллара превысил 80 рублей, а евро ненадолго вышел за уровень 100 рублей. По мнению 17 из 23 опрошенных Bloomberg-экономистов, в ближайшие несколько месяцев Банку России придется прибегнуть к продаже валюты в качестве основного антикризисного механизма. Дополнительными инструментами эксперты видят словесные интервенции и резкое повышение ключевой ставки. Меньшее количество аналитиков, 11 из 23, считает, что ЦБ воспользуется введением контроля за движением капиталов. С начала декабря 2015 года рубль стал слабее к доллару на 6%. Это второй худший результат среди валют, развивающихся рынков после аргентинского ПЕСа. Есть еще мнение, что выше где-то 83 рублей примерно правительство будет уже резать или замораживать статьи бюджета для того, чтобы понизить вот эту вот необходимость в 3000 рублей за баррель, чтобы цена была значительно меньше. Но это еще сегодня Дворкович, Аркадий Дворкович, он высказался о том, что нефть может краткосрочно достигнуть уровня 20-25 долларов за баррель. Правда, это опять-таки будет в моменте ненадолго. И вот уже во второй половине года рынком товарным сулит неплохой разворот. Ну вот, по крайней мере, сейчас мы видим то, что 38 долларов за баррель нефть марки Brent отбила, пойти выше не смогла. Бразилия, Мексика, Канада, это все сланцевые производители, это все не члены ОПЕК, это все те, которые продолжают бороться с демпингующими арабскими странами, которые как раз в этот картель входят. И, судя по всему, если Америка еще масло в огонь подольет, то, скорее всего, нефти станет еще больше, чем нежели ее готова потребить мировая экономика. В этом и вся загвоздка. Однако, как выступают многие эксперты, все-таки рынок сбалансирует сам себя. И вот называется цифра не 16 долларов, как ранее заявил Королевский банк Шотландии, а именно 20-25, где примерно будет закрываться массовое закрытие добыч, массовое закрытие будет месторождений. И, скорее всего, в этих условиях предложение начнет понижаться при достаточно стабильном сохранении спроса.